Здравствуйте, уважаемые наши зрители! Сегодня мы поговорим о такой очень важной и насущной теме о народных методах лечения варикозной болезни. Почему это важно? Потому что действительно в нашей стране принято многие заболевания, но многие нозологи лечить народными методами, в том числе и варикозное расширение вен. И об этой проблеме мы сегодня поговорим с кандидатами медицинских наук, членом Ассоциации флебологов России с Андреем Владимировичем. Андрей Владимирович, приветствую! Итак, почему появились вообще народные методы лечения именно варикоза, варикозной болезни? Ну, здесь, если проследить всю ситуацию, естественно, люди страдали варикозной болезнью очень издремли, и всегда была цель каким-то образом облегчить состояние, связанное с заболеваниями вен. Но особенно кардинальных методик никаких не было, поэтому, естественно, была цель придумать что-то, что облегчало бы ситуацию. И придумали, естественно, вот народные методы. Ну и до, в принципе, до послевоенного времени, по идее, активно именно это использовалось в терапии варикозы и хронических заболеваний вен. И лишь только в послевоенное время, так сказать, получило развитие активно хирургическое направление лечения варикозы. И уже стали кардинально подходить к этому вопросу и облегчать ситуацию с помощью хирургических методов. Ну да, это совершенно и понятно. Когда уже действительно цивилизация у нас стала развиваться, появились различные препараты, появилась хирургия, тут уже люди задумались о серьезном профессиональном лечении варикозной болезни, соответственно, медиками. Давайте поговорим вообще, что такое на сегодня народные методы лечения. Итак, на самом деле три направления, которые можно выделить такие вот серьезные. Конечно, это фитотерапия, это лечение, трава лечения, она используется как в нашей классической медицине, да, на доказательной, так называемой, так и в народных методах, то есть в альтернативной медицине. Конечно, это гирурготерапия. Очень такая вещь, которая для народной медицины известная, да, лечение пиявками, укусами пиявок, соответственно. Как ни странно, гирурготерапия используется и в классической медицине. И еще есть такое очень популярное направление апитерапия, это лечение варикоза пчелами, соответственно, укусами пчёл. Конечно, в классической медицине этот метод не используется, это исключительно только народная медицина. Но давайте начнём, Андрей Владимирович, наверное, всё-таки с вот этой самой популярной в последнее время апитерапии, потому что мы с вами можем очень часто видеть и с экранов даже телевизора, и, соответственно, в жёлтой прессе про укусы пчёл насчёт, что только не говорят на самом деле про укусы пчёл, насколько они полезны для лечения различных заболеваний, сердечно-сосудистой системы, и они там снижают артериальное давление и уменьшают холестерин крови, соответственно, да, и лечат варикоз, да. Ну, как вы вообще относитесь вот к этой проблеме? Ну, рассматривать апитерапию в лечении варикозной болезни и венозных патологий, конечно, не стоит, а серьёзно абсолютно. И всё, что связано с укусами пчёл, может принести у пациентов с запущенными формами варикоза, например, даже вызвать существенное осложнение, вот это вплоть до трофических нарушений, потому что кожа у людей с венозной патологией, у пациентов с венозной патологией, она очень, ну, как бы, так сказать, в ней происходят застойные изменения, и она подвержена любым внешним воздействием раневым и укусов разными, так сказать, насекомыми. Поэтому, по идее, так сказать, конечно, все флебологи не приветствуют использование апитерапии в лечении варикозы и осложнении варикозы. Ну, ещё я могу сказать, что вот этот яд, который содержится, соответственно, в этом пчелиный яд, да, в жале, соответственно, этой пчелы, содержит огромное количество всевозможных активных веществ, да, это всевозможные там амины, пептиды, гистамины и так далее, то есть, соответственно, это вещества, которые увеличивают воспаление, воспаление в том числе и в тканях, да. Мы, соответственно, не можем с вами говорить, насколько полезнее укусы пчел, например, в неврологии или других, соответственно, отраслях, да, медицины, но уж точно применять укусы пчел для лечения варикозной болезни точно не стоит. А ещё одна тема, такая очень важная, конечно, да, после укуса пчел, это, конечно, герудотерапия, потому что действительно пиявки используются и в всевозможных санаториях и профилакториях до сих пор, да, можно такую услугу узнать и увидеть, да, и получить, соответственно. И пиявки активно используются в народных методах лечения. Вот как вы относитесь, соответственно, к герудотерапии? Ну, необходимо представлять, что в желудках пиявок часто находится такая бактерия, рамонос гидрофилла. Есть научные работы, которые подтверждают, что эта бактерия может вызывать достаточно серьёзные заболевания, такие как целлюлиты, абсцессы, мионекрозы и описано даже сепсисом. И вот такой известный учёный как Диксон, он, в принципе, описал в научных, так сказать, работах вот именно воздействие этой бактерии, живущей в пиявках, на вот эти, соответственно, инфекции, раневые инфекции. Это ужасно вообще, на самом деле, вы такие вещи рассказываете. Что касаемо, всё-таки, вот смотрите, вы сказали, да, что всё-таки при варикозе есть венозные недостаточности и так далее, да, нарушаются барьерные функции кожи, соответственно. И я хочу сказать, что не только, да, вот эта вот бактерия, которая может жить в этой пиявке, она такая вот опасная, а ведь ещё при прокусе, при укусе пиявкой, да, через, соответственно, поверхность кожи может проникнуть стриптококковая, стафилококковая инфекция, да какая угодная инфекция, да. Описанная бактерия. Да, поэтому и просто сам прокус кожи у человека, например, да, с отёчным синдромом, с наличием там трофических изменений кожи, это достаточно опасная вещь такая, это абсолютно точно. Поэтому мы, как флебологи, мы не рекомендуем использовать герудотерапию в лечении варикозной болезни, это абсолютно точно, это ненародный и, ну, антинародный метод, да. Значит, вот мы можем показать, соответственно, да, что бывает после укусов пиявок, да. Посмотрите, какие следы остаются, да, то есть вот варикозные вены видны, вы видите, с левой стороны, да, ногу с узлами, соответственно, здесь вот. И какие ужасные, посмотрите, какое воспаление остаётся после того, как... Нет, это из закрытой врачебной группы, кстати, дектора делятся между собой. Абсолютно верно, мы указали, да, то, что вот наши коллеги, они иногда выставляют со всех регионов России вот такие интересные фотографии, что же творится, да, не только в доказательной медицине. Значит, третье, это, конечно, фитотерапия. Ну, на самом деле, нужно сказать, что фитотерапия очень активно используется и в доказательной медицине, да, потому что все наши лекарства, в конце концов, состоят из каких-то веществ, которые ранее были получены из каких-то растений и так далее, и так далее. Значит, ну, нужно сказать одну простую вещь, что, конечно, никакие лекарственные формы в виде мази, отваров, настойок, они никак не могут вылечить варикоз. Это нужно чётко понимать абсолютно. Что могут сделать эти, соответственно, вещества, получаемые из растений? Это уменьшить симптоматику, да, то есть уменьшить тяжесть, усталость, отёк. Это очень важно, да, и действительно, мы можем сказать абсолютно с уверенностью, что применять вот это направление народной медицины возможно. Почему? Вот мы вам покажем сейчас, да, последние данные, которые Международного союза флебологов, соответственно, были опубликованы, Европейского венозного форума и так далее. То есть это все последние данные по доказательной медицине. Вот с левой стороны вы видите симптомы хронических заболеваний, вен, боль, чувство, тяжести, отёк, дискомфорт в ногах, усталость, судороги, сжение, да, в ногах и зуд. И посмотрите, что здесь у нас расположено, да, мы видим с вами практически при всех симптомах рекомендован экстракт коконского каштана и экстракт иглица, да. То есть это, по сути, ну, экстракт из растений, что уж там говорить, да. Мало того, вот эти вот вещества, которые содержатся в иглице, да, и в конском каштане, они имеют огромную доказательную базу. То есть 1А, вот это вот, 1А, это самая высокая степень доказательности в медицине. То есть проведены рандоминизированные клинические исследования. Это самый высший пилотаж доказательной медицины. Поэтому даже если мы посмотрим с вами рекомендации наших зарубежных коллег, мы с вами видим действительно вещества, которые мы получаем с вами из растений. Поэтому, конечно, мы никак не можем с вами выбросить фитотерапию, да, из нашего арсенала флевологического, соответственно. Ну вот конский каштан и иглица, да, являются основными растениями, соответственно, да, которые влияют, доказано, на венозный тонус, соответственно, да. Ну, опять же, говорить, что тонус как-то влияет очень сильно, это очень сложно, да. Но в основном, опять же, еще раз, видите, нам европейцы представляют, это уменьшение симптомов заболевания. То есть это не лечение варикоза. И это не убирает вам вены, это не убирает вам сосудистые звездочки, да. Это никак не профилактирует вам варикоз. Это всего лишь уменьшение, соответственно, симптомов этого заболевания. Ну и последнее, наверное, я хочу вам показать. Вот, пожалуйста, да, опять же, из закрытой нашей группы флевологов, да, наши коллеги, посмотрите, что нам представляют, да. Не нужно лечить, пожалуйста, трофическую язву с помощью подорожника и лопуха. Это абсолютно бессмысленно, посмотреть, какое воспаление вокруг, да, вот этого подорожника возникает, да. Не нужно обращаться к народным целителям и, соответственно, делать шрамирование. Если посмотреть внимательно, посмотрите, какие шрамы нанесены, да, на фоне вот этих вот вен, да, кто это вообще делает, такие шрамы и чем, трудно сказать. Или вот посмотрите, еще наши коллеги представляют. Как вы думаете, что такое справа, Андрей Владимирович? Вот это вот представление. Прижигание. Точно, это прижигание с сухой травой. Это прижигание с сухой травой. И какие ожоги, соответственно, оставляют, да, такие народные целители, которые лечат вот таким способом. Поэтому еще раз хочу сказать, что очень нужно аккуратно относиться к народным методам лечения. Лучше всего обратиться, конечно, к сосудистому хирургу-флебологу, выполнить у него ультразвуковое исследование вен и понять, что же подходит вам конкретно в данном методе лечения, да. Огромный арсенал методов на сегодня существует. Флебологи действительно могут помочь очень быстро и эффективно во всех практически регионах России. Спасибо, что вы были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин